Общий привет! Сегодня я буду говорить о разминке. Как лучше подготовить амбишот к работе, с чего начать свои занятия, нужна ли вообще разминка, какова ее роль в уроке. Я постараюсь изложить свое видение этой проблемы, которую я для себя сформулировал за годы своей работы. В случае с разминкой я могу привести две аналогии, которые, мне кажется, очень понятно объясняют ситуацию. Например, вы садитесь в машину и разогреваете мотор перед тем, как трогаться. То есть, немножко погоняли мотор, чтобы он согрелся, и потом трогаетесь в путь. Но все мы знаем, что бывают такие ситуации, когда мы опаздываем, и мы скакиваем в автомобиль, заводим его, и сразу же трогаемся в путь, не обращая внимания на то, что мотор холодный, не холодный, и едем. И ничего, машина едет, не ломается, ничего с ней не происходит, нормально все. Так что, это один пример, одна аналогия, со знаком плюс. У меня тоже много раз такое было, когда я опаздывал на работу, и даже на важный концерт, и не то, что разыграться, а вообще даже не успевал просто подготовиться. Просто врывался на сцену, садился, и сразу же приходилось играть. Такое было много раз. На холодных группах, на неподготовленных, и ничего, как-то справлялся. Но другая аналогия со знаком минус, это когда вы, например, пошли в спортзал, не разогрели мышцы, и сразу взяли тяжелую штангу, подняли ее, и результат очевиден. И потянутые мышцы, а то и более серьезные травмы. Так что, это отрицательный пример. Исходя из этого, что я могу сказать? Конечно же, разыгрываться нужно. По возможности, если вы не опаздываете, лучше не спеша разыграться. Это обязательно условие. Если уж очень-очень некогда, тогда приходится играть, как приходится, но это уже дело в случае. А так, конечно же, я считаю, что в 100% случаев нужно разыгрывать. Потому что на неподготовленных губах играть на холодном штуке, это чревато последствиями. Чревато высыпаниями на губах, повреждениями губ и прочими неприятными вещами, которые могут произойти. Значит, этот свой ролик я снимаю, конечно, для начинающих, для учеников, потому что профессионалам мои советы не нужны. Они прекрасно уже знают, как им разыгрываться. Уже каждый для себя определился. Способов, вариантов разыгрывания и подготовки аппарата к игре очень много, миллионы. Каждый разыгрывается как хочет. Я для себя определился. Уже много лет я использовал разминку Луиса Маджио. из его знаменитой школы. Не потому, что она какая-то особенная, а в силу того, что она достаточно проста и очень удобна, на мой взгляд. Я и сам так разыгрываюсь уже много лет. И даю ее своим ученикам, чтобы они тоже разыгрывались по этой разминке. Маджио в данном случае уделяет внимание тому, как ставить мэнштук на губы. Не знаю, для меня это несуществует. Я припользуюсь обычной своей постановкой. И, собственно говоря, вот вся разминка. Видите, она достаточно удобная. Просто нисходящий арпеджио. Полный хроматический звуковой ряд. Начинаю с домажора и полностью проходим по всем полутонам. Итак, первое, что я делаю сам и советую своим ученикам, это согреть мэнштук. Мэнштук у нас сделан из железа, поэтому он всегда холодный. Берем мэнштук рукой и греймем его, приводя его в нормальную, комфортную, доводя его до нужной температуры тела. Потому что ставить холодный мэнштук на теплые губы чревато неприятными последствиями. Могут быть высыпания, да и просто это некомфортно. Вот. Значит, я грею мэнштук рукой, иногда потом добавляю воздушную струю, так он согревается быстрее. Потому что воздух теплый и мэнштук греется быстрее. Затем внутренней поверхностью губ я обхватываю мэнштук тоже, чтобы проверить температуру, согрелся ли он, достаточно ли удобно на нем играть уже. Потому что внутренняя поверхность губ, она менее чувствительна. Ну вот. Ну все, мэнштук согрелся. Первое, что я делаю, я опускаю внутрь трубы воздушную струю, чтобы как бы согреть и трубу уже. Вот. В разминке спешить никуда не нужно. Где-то разминка занимает 10-15 минут, когда как. Кому как удобно. Иногда достаточно разогреться и 5 минут достаточно. Иногда вы чувствуете, что губы, особенно после тяжелой работы перед этим, не отвечают. Иногда нужно более длинное время. Губы это, то есть мы как бы живые люди, поэтому организм у нас каждый день чувствует себя по-разному. Так же и губы тоже. Иногда вы чувствуете, что аппарат полностью отвечает вашим запросам и вы можете играть все что угодно. А в другой день вы чувствуете, что ничего не получается. И такое бывает, это нормально. Ну вот это так же относится к разминкам. Иногда нужно подольше, иногда покороче. В общем прислушивайтесь к своим ощущениям. Вот. Ну и потом я извлекаю, как правило, первую ноту. Удох, самую удобную, самую комфортную. Тяну ее максимально долго, чтобы послушать. Ну, чтобы как бы губы начали вибрировать, прислушаться к своим ощущениям внутри себя и посмотреть, как подрагивают губы, как подрагивают звук. В начале занятия звук всегда подрагивает и дрожит, и поэтому это нормально. Возможно, он шип, возможно, некачественный звук. Это все нормально. Я на это не обращаю внимания, потому что это все разыгрывание, поэтому продолжайте разыгрываться. Следующей нотой я иду вверх и беру ноту мини. После каждой ноты я отрываю ноту, и советую это делать всем ученикам, потому что часто ученики боятся, начинающие особенно боятся оторвать ноту штука от губ, вот они нашли правильную позицию и держат все время, потому что думал, сейчас я оторваю ноту, а обратно уже в правильную позицию не поставлю, а эта позиция такая хорошая, у меня здесь все получается. Это, конечно же, неправильный подход, потому что для этого мы и занимаемся, чтобы все время ставить нот штука на правильную позицию. А отрывать нот штука от губ обязательно, потому что губам нужен отдых постоянно. Когда нот штука стоит на губах, останавливается кровоток и губы зажимаются. Но стоит только на какую-то долю секунды оторвать нот штука, кровь мгновенно заполняется в сосуды и губы быстро восстановлены. Так, следующая нота соль. И последняя нота до, то есть у нас получается до-мажорный арпеджио. Я тяну длинные ноты, потому что длинные ноты это самые лучшие, так называемые, тянучки. Самый лучший способ для работы над звуком это длинные ноты. Практически на всех инструментах, за исключением фотобиана и барабана. На всех остальных инструментах все тянут длинные ноты. Почему? Потому что когда мы тянем длинную ноту, губы начинают подрагивать и звук начинает дрожать. Это нужно убирать. Как это можно убирать? Только тренировками. Это здесь я могу привести аналогию со стрелками, например, с пистолетом. Когда они целятся в мишень, очень долго держат пистолет, у них начинает рука подрагивать под тяжестью пистолета. И что же они делают? Они, конечно же, часами стоят с тяжестями, держат какие-то тяжести, зачастую даже тяжелее, чем пистолет. Специально для того, чтобы натренировать мышцы руки на то, чтобы она не дрожала. Но так же делают и художники. У меня был один художник знакомый, Барни. Так вот он говорил, что рука художника абсолютно не должна дрожать. Он должен быть способен провести прямую линию без линейки. И он часами занимался силовыми упражнениями специально для правой руки. Он ее тренировал. У него был такой мощный эспандр, который не мог вообще ни один силача согнуть. Но вот он спокойно гнул этот эспандр. Так же и музыканты. Мы должны тянуть эти длинные ноты, не обращая внимания на подрагивание, колебания звука. Это нормально. Просто надо стараться это убирать. Тренировать мышцы до такой степени, чтобы мы полностью их контролируем. И начинаем спуск вниз. Тянем последнюю ноту до той поры, пока не кончится дыхание. И обязательно оторваем этот штук. Так, кстати, в маджо так и написано. Спуск вниз. Пауза. Следующая арпеджио. Си мажорная трезвучие. То есть, что мы делаем? Мы начинаем играть нисходящие арпеджио. Вниз по полу тонана. Все арпеджио играется обязательно на легато. Только на скольжении. На скольжении на легато. Не деташе. Итак, следующий арпеджио себе мы можем. Вы замечаете, что звук начинает подрагивать. Это нормально. То есть, мы как бы заставляем губы вибрировать. Заставляем их просыпаться. И продолжаем наше движение вниз. Ля мажорная арпеджио. Губы начинают вибрировать. Звук начинает дрожать и подрагивать. Это нормально. Для этого мы играем длинные ноты, для того, чтобы убрать это. Но вообще, нужно убирать любые колебания. Звук должен быть прямым и контролируемым. Любое вибратор должно быть контролируемым. Это моя личная точка зрения. Я считаю, что мы должны полностью контролировать свой звук. У меня есть друзья, которые все играют на вибратор. Даже настраиваются на вибратор. Это очень многим нравится. Многие любят такой теплый звук. Волнистый. Но мой взгляд такой, что в современном мире сейчас более предпочитают прямой звук. А вибратор должно быть употребляемо только в тех случаях, когда оно нужно. То есть, когда нам нужно сделать теплый звук. Мы его делаем теплым. Если нам нужен холодный звук, мы должны его уметь сделать холодным, прямым, волнистым, каким угодно. То есть, это должно быть полностью под контролем исполнителя. Так, следующий арпеджио. Дотягивайте звук до самого конца. Ну, здесь на любителях можно и покороче, конечно. Просто я показываю свой вариант разминки, как я делаю уже много лет. Мне это комфортно, мне это нравится. Я прислушиваюсь к ощущениям своих губ и чувствую, насколько они сегодня мне отвечают. Вот сейчас губы слегка подрагивают и появляется шип, но это нормально. Так, следующий арпеджио. Вы слышите, что звук начинает дрожать, уходит интонация, изменяется интонационно. За всем этим нужно следить, на все это нужно обращать внимание и корректировать по мере возможностей. Но не забывайте, что сейчас мы просто разыгрываемся. Поэтому наша задача в данном случае не работать со звуком, а разбудить губы, чтобы они просто проснулись, заставить их вибрировать на нормальном, оптимальном для работы уровне. Следующий арпеджио. Фатес мажор вниз. Так, мы закончили все ноты нашего диапазона трубы. Диапазона трубы. Следующим мы уже идем ниже и переходим к педальным нотам. Педальные ноты. Сейчас уже все признают пользу педальных нот, но еще в 70-х, 80-х были споры о полезности этих нот. Нужны ли они вообще? Можно ли играть их начинающим? Были разные мнения. Кто-то говорил, что педальные ноты можно употреблять только устоявшимся профессионалам, а начинающим этого лучше не делать. Ну, сейчас, мне кажется, все эти споры ушли в прошлое. Все прекрасно понимают, что педальные ноты полезны. Они прекрасно заставляют губы вибрировать и прекрасно расслабляют губы. Итак, фа мажор на арпеджио. И мы идем на первую педальную ноту фа. Единственное, что можно добавить, что я употребляю основную аппликатуру для педальных нот, но начинающим, безусловно, будет проще брать педальную ноту при нажатии всех трех клапанов. То есть, ориентируясь только на музыкальный слух, потому что для педальных нот без разницы, какое вы нажимаете клапан. Первый, второй, третий, все вместе, это без разницы. Здесь мы берем педальную ноту только с помощью музыкального слуха. и подстраиваем ноту при помощи губ. Ну, я беру основную, ну, просто по привычке. Но, еще раз подчеркну, начинающим будет удобнее брать всеми тремя. Итак, следующий архейджер. Эти педальные ноты прекрасно взбадривают губы. Они их взбадривают, а после работы они их расслабляют. Просто незаменимое упражнение для всех табачей. Ами бемольный арпеджио. Так, опять отрываем губы, даем губам прийти в себя. Здесь, если не хватает дыхания, можно взять уже, потому что нижний регистр требует больше воздуха. Вы видите, я играю разминки максимально долго. Но, конечно же, можно ее сыграть в два раза быстрее. Это как вам больше понравится. Так, следующее. То есть здесь мы уже берем две педальные ноты. Так, следующая арпеджио, до-мажорная. То есть мы завершили полный спуск вниз по хроматическому звукоряду от до-мажора. Мы пришли опять к до-мажору, только на окталу ниже. И еще ниже. И еще ниже. Здесь мы уже будем играть три педальные ноты. Вот я, как вы видите, употребляю основную аппликатуру. Но для начинающих не нужно спускаться так низко, это раз. Во-вторых, используйте все три клавиатуры, все три кнопки. То есть вы видите, разницы нет, как вы нажимаете. Вот, например, для примера, нота до. Все это мы делаем только губами и с помощью нашего музыкального слуха. Мы просто стараемся добиться более-менее приличной интонации. Никто не требует в педальных нотах какого-то качества звука. Это совершенно нереально. И значение педальных нот совершенно не для этого. Они могут быть какими угодно, какого угодно плохого качества, но нужно продолжать стараться их брать. Для чего? Для того, чтобы открыть нижний регистр. Так как на трубе считаются легкими две октавы от ля-мало-октавы до ля-второй октавы, все, что выше и все, что ниже, считаются уже нотами повышенной сложности. И они требуют к себе больше внимания. То есть, например, то, что ниже ля-мало-октавы, уже на это надо более-более тщательно относиться, прислушиваться, открывать отверстие больше для губ. Ну, как бы для начинающих это составляет какую-то определенную проблему. Часто просто не берутся ноты нижнего регистра. И когда мы спускаемся вниз на педальных нотах, даже попытки взять педальные ноты помогают открыть ноты нижнего регистра на трубе. Как ля-бемоль, соль и фа-бест. А нижние ноты, вот самый нижний диапазон, неразрывно связан с верхним диапазоном. То есть, начинающие часто стараются взять высокие ноты, они пытаются лезть как можно выше, не обращая внимания на нижнюю ноту. Нижнюю ноту им, как правило, неинтересно. Но здесь, на трубе, это такое непреложное правило, эти два диапазона, два регистра, они связаны между собой. Нижние ноты и верхние. Если у нас нет нижнего регистра, не будет и верхнего. Если у нас есть нижний регистр, откроется и верхний. И, конечно же, очень важно то, что играть нижние ноты и педальные ноты после нот верхнего диапазона очень помогает привести аппарат в норму, восстановить его в кратчайшие сроки. Это была вот такая разминка, которую я использую ежедневно уже много-много лет и даю ее также своим ученикам. Если вам она понравилась, пожалуйста, можете заниматься. Мне она кажется оптимальным для начинающих. Что делать после разминки и как играть, мы поговорим в других уроках. На этом пока я буду заканчивать свой данный видеообзор. Подписывайтесь на мой канал, задавайте любые вопросы. Я постараюсь на них ответить. Всем пока!